всем привет друзья сегодня у нас тема для тех кто ходит иногда на работу ну либо в походы на рыбалку на охоту очень нужная вещь в этих делах это небольшой термос термос термометром он даже пригодится тем у кого нет термометра в доме можно померить температуру воздуха минус то что у него батарейки внутри их надо иногда менять информации никакой нет ни на сайте производителя нигде но по риску по интернету там стоит обычная таблетка трехвольтовая 2032 на минувание и и обычно хватает на два-три года при не частом пользовании но так вот как она меняется нужно снять вот этот ободок он плотно сидит ну чтобы в тиски как говорится не сжим не сжимать термос что делают люди которые с техникой на ты они либо охлаждают самое изделие либо нагревает изделие чтобы расселенить как говорится и вынуть туго сидячую деталь можно полить кипятком окунуть кипяток либо в холодильник засунуть в морозилку там на 5-10 минут если вы решитесь самое снимать вот эту часть добираться до батарейки с помощью кипятка рекомендую одеть пакетик сверху и потом поливать кипяточком потому что кто его знает какие тут уплотнения вот самое может быть не плотные и туда попадет влага соответственно для электроники для той же батарейки это будет не гуд поэтому одеваем пакетик сверху поливаем и чайничка ну либо просто или опускаем вот самый вот родили пакет и опустили в кипяточек я попробую снять так уже 75 градусов было заметили раньше меньше 72 балла 75 теперь достаточно плотно до сидит снимается в разных термосах по разному у меня судя по тут стыку это колечко снимается наверх у некоторых вниз то есть откручиваете крышку и тогда уже вниз опускаете сделаем перерыв как говорится вы идете пить кофеек чай пиво можно крепкие напитки я выключаю камеру еду ложу это дело в морозилку на пять минут прихожу включая камеру и мы продолжаем наше видео чтобы делать два разных видео обзора термоса и и смену батарейки посмотрим как это дело снимается и как там расположена батарейка до встречи через несколько минут ну что продолжим господа принес я крышечку с морозилки не обязательно весь термос в морозилку кидать достаточно крышки попробуем снимать надо немножко и делать скажем так горочку и будем снимать потому что дисплей слегка выпуклый что-то пошло немножко плотненько сидит мучение счету скажу я вам так господа я уже хотел принципе извиниться сказать не получилось потому что снять удалось только с помощью сами знаете какой матери я подложила на такую пробочку вниз ну полотенце сверху на пробочку чтобы как бы дисплей не царапался и давил вниз колечко снялась она металлическая вот почему мы используем способ расширения и сжатия то есть либо в морозилку но я отнес принципе на 5 минут и на 5 там где-то 7 минут маловато надо наверно минут 20 и держать ну либо использовать что-то горячий кипяток что я говорил в начале видео я думаю вам не поможет по крайней мере мне не знаю как у кого кольцо это сидит у меня конкретно плотно сидела поэтому нагревать если будете то с помощью либо строительного фена либо возьмете у жены у подруги фен для волос ну вот как бы так снялась в общем колечко что у нас дальше дальше у нас снимается вот это стеклышко пластиковая сейчас я камеру увеличу так вот я увеличил блин солнце отражается тут у нас камера есть такая выпуклость вот видите он это кнопка включения скажем так покрыта не знаю чем-то там поролоном внутри и сверху металлическая такая сеточка то есть легкое прикосновение и дисплей включается сама электроника сидит на защелочках так раз-два две две с боков и как бы по одной сверху просто подцепляем чем-нибудь я подцеплю ножичком и подымем электроника вот она подымается вот на проводках термодатчик видно нет фокус 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 вот термодатчик просто лежит там внутри на вот этой на пластике и с обратной стороны у нас металлическая часть там на пластике лежит так что когда обратно ставим термодатчик просто выпрямляем проводок слегка ну и ложим туда и все он там как касается батарейка вот плюс нарисован вынули вставили другую батарейка 2032 стандартная принципе батарейка широко используемая видео во многих радиоустройствах на электронике вот так так что собираю назад проводок термопара скажем так не знаю сейчас современно школах учат или нет мы на физике изучали термопару два проводка здесь они в конце сварены специально и можно измерять температуру и напряжение в разных частях смысле ли частях изделия какого-нибудь так вставляю термопара должна касаться крышечки внутри потому что если вы просто вставите она будет не касаться в ее потом никак не сделайте чтобы она касалась так защелки стала сейчас я посмотрю поближе да захлопнулась все хорошо самое интересное у датчика когда низкая температура самая вот эта капелька там видите наверное так фокус где фокус фокус капелька горит зеленым когда температура выше она переходит но другой цвет ну желтый оранжевый и потом красный когда горячая так сейчас я проверю термопар касается можно подвинуть слегка ножичком по центру сделаю потому что если касаться не будет она будет висеть в воздухе и будет измерять температуру воздуха нам нужно чтобы она измеряла температуру жидкости то есть температуру вот этой крышечки в принципе она мерит ну вот как бы да нет я лучше и поправлю слишком больше изогнуть так вставляю сори что вам не видно ну уж как есть все защелкнулось есть теперь что я сделаю чтобы не мучиться больше следующий раз надеюсь что это не скоро произойдет через года два ну или через год как пойдет я довольно часто пользуюсь термосом не только в холодное время года но и в теплое время года просто на работу кофе беру я это дело смажу силикончиком есть у меня вот такой силикончик я уберу на рыбалку смазываю свое удилище рыбаки знают что когда вставляешь один одну часть удилища в другое как бы состыковываешь то потом тяжело вынуть лучше это дело смазать силикончиком вот вторая напасть чуть-чуть силикончика промажу я внутри колечко металлическое оно легко во первых оденется и потом будет также по крайней мере легче будет сползать ну кого такого силикона нет может в любом автомагазине пойти купить спрей силиконовый и побрызгать ну или просто в аптеке вазелин купить так не смешно да ладно так пальчики вытрем силикон убираем так это нам не надо уже ну все одеваем крышечку натягиваем вернее желательно ровненько на ровную поверхность поставить и ровненько вот так будет виднее вам и ровненько прижимаем пошло как говорится ну и в чем мой косяк знаете подсказываю забыл стеклышко вставить начнем все сначала о бог моль что ж так ну извините видео будет длинным разбираю господа силикон творит чудеса снялась достаточно быстро и легко так назад ставим все ставим датчик расплевняем термопару вставляем о защелкнулась вы слышали так проверяем термопару как она там сидит берем стеклышко не забывай так нет его надо положить вовнутрь крышечки пальчики желательно там не оставляем свои иначе будет отпечатки пальцев так видите не видите и одеваем ну вот у них легко сжимается в принципе силикон все таки творит чудеса так почти прижалась теперь нам поможет полотенчик проверяем нет еще не совсем сила зажимаем ну да все отлично фу господа я вспотел так что берите на заметку холодильник минут на двадцать на тридцать и силикон снимаете меняете батарейку смазываете силиконом одеваете температуру можно померить но сейчас солнышко жарко 36 градусов показывает не знаю видите вы или нет 36 так где мой фокус то сейчас за камеру меньше ты сколько у нас тут показывает на солнышке 36 градусов гаснет то быстро как за 37 оба ну что господа честно говоря я устал не знаю как вы ну что я по крайней мере буду сам знать как тяжело все это дело снимается ну и как вообще снимается но и вы тоже естественно будете знать 8 если купите такой термос милости просим на мой канал посмотреть его устройство замена батарейки и так далее ну все как обычно всем удачи всем хорошего дня кому понравилось пальцы вверх ставим подписываемся колокольчик нажимаем чтобы не пропустить интересное видео пока κι с ним по 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 Продолжение следует...